Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США обвинили ЮАР в поставках оружия и боеприпасов России. Американское издание Association Press сообщило, что американский посол обвинил руководство ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в России. Указанные поставки, по словам американского дипломата, в этой стране проводились скрытно в декабре прошлого года посредством использования российского грузового судна Lady Air, которое тайно пришвартовалось на крупнейшей военной морской базе этой страны, расположенной вблизи Киптаун. Раскрыть незаконную схему по поставке африканских боеприпасов в Россию позволили данные американских спецслужб, якобы отследивших маршрут следования судна и груза на его борту. Американский посол потребовал власти ЮАР провести необходимое расследование по этому поводу и незамедлительно пресечь экспорт вооружений в России во избежание санкций со стороны США. Президент ЮАР Серил Ромофос отверг обвинение американского посла, заявив о том, что американские спецслужбы сами до этого проводили расследование визита российского грузового корабля на главную базу ВМФ ЮАР. Указанную информацию американский посол Рубен Бригетти сам обнародовал во время своей пресс-конференции. При этом никаких доказательств поставок оружия из ЮАР в Россию американским дипломатам представлено не было. В то же время властью ЮАР также не сообщили, для чего российский грузовой корабль, находящийся под западными санкциями, посещал военно-морскую базу этой страны. Американский посол тем временем продолжает настаивать на том, что руководство ЮАР уклонилось от своей нейтральной позиции в отношении российской агрессии и встало на сторону Кремля. В случае продолжения военного сотрудничества с Россией Рубен Бригетти пригрозил руководство с разрывом дипломатических отношений в США. Несмотря на это, по данным журналистов Association Press, администрация Байдена продолжает считать ЮАР единственной страной, через руководство которой можно оказывать давление на другие страны БРИКС. Напомню, что президент ЮАР ранее под давлением из Вашингтона заявил, что власти этой страны вынуждены исполнить решение Международного уголовного суда. И во избежание недоразумений призвал российского президента не приезжать на саммит в Йоханнесбург.